Всем привет, вы смотрите канал Девайс. Full HD разрешение все еще распространено, но многие люди отдают предпочтение уже 2К мониторам, ведь современное железо отлично справляется с таким разрешением. В данном видео мы предложим топ 5 видеокарт для того, чтобы наслаждаться любыми играми в 2К с четкой и детализированной картинкой. Ссылки на все упомянутые видеокарты по лучшим ценам вы найдете в описании. Там же будет скидочный промокод, устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Первая видеокарта в сегодняшней подборке AMD Radeon RX 6 750 XT, которая сейчас более чем достаточно для самых требовательных игр в 2К разрешении на максимальных настройках, правда без трассировки лучей. В отличие от решения Nvidia, за ту же цену она предлагает больший объем видеопамяти 12 гигабайт, а значит с ростом системных требований она дольше сохранит свою актуальность. RX 6 750 XT построена на базе очень энергоэффективного чипа Navi 22 со штатным потреблением до 250 ватт. По этой причине у нее будут низкие температуры даже в двухкулерном исполнении. Еще один важный момент у видеокарты разъем PCI-Express четвертого поколения, но из-за шины памяти 192 бита и 12 гигабайт видеопамяти она практически не теряет в производительности даже при подключении к интерфейсу PCI-Express 3.0, как показывает практическое использование. Интересуетесь миром компьютеров и хотите лучше во всем разбираться? На канале Девайс мы рассказываем про грамотный подбор железа, выпускаем актуальные обзоры, сравнения, различные подборки и другой полезный контент. Подписывайтесь, ссылка в описании. Если вы хотите получить больший уровень производительности, достаточный уже для трассировки лучей в разрешении 2560 на 1440 пикселей, то есть 2К, то можно присмотреться к видеокарте AMD Radeon RX 6800, которая становится вторым участником сегодняшнего топа. Она предлагает более мощный графический чип Navi 21 с возросшим числом исполнительных блоков и 16 ГБ видеопамяти. Шина при этом 256 бит, а вот энергопотребление идентичное. Штатный теплопакет карточки 250 Вт. Если ориентироваться на результаты тестирования, то в среднем RX 6800 обходит 6750 XT в играх на 15% при разрешении 2К. Но стоит понимать, что в будущем это превосходство только возрастет из-за большего объема видеопамяти. Все же 4 ГБ это не маленькая разница, а с каждым годом требования в играх только увеличиваются. Кроме того, больший объем видеопамяти окажется полезным и в рабочих задачах, например, при использовании различных нейросетей, которые сейчас активно развиваются. Если вы хотите получить более высокий FPS сейчас, например, для сетевых проектов, где это очень важно, и больший запас производительности на будущее и готовы за это переплатить, то RX 6800 лучший выбор. В противном случае можно присмотреться к более бюджетной RX 6750 XT, но выбор не заканчивается на этих двух видеокартах, поэтому смотрите видео до конца. Поделитесь в комментариях, для каких игровых жанров или конкретных игр вы присматриваете новую видеокарту. Нам действительно интересно, вдруг найдем для себя что-то новое. Третий участник топа NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Эта карточка по уровню чистой производительности плюс-минус равна RX 6750 XT. В зависимости от игры она может показывать такой же показатель FPS. Чуть больший или наоборот чуть меньший, но разница в любом случае незначительная. А еще у нее только 8 гигабайт видеопамяти, а не 12, как у конкурента. Но несмотря на все это, мы ее включили в топ из-за трех важных преимуществ. Во-первых, у видеокарты более современный стандарт видеопамяти GDDR6X против GDDR6. Во-вторых, она демонстрирует значительно более высокую производительность при включении и трассировке лучей. И в-третьих, она лучше подходит для рабочих задач, где не требуется много видеопамяти, например, для видеомонтажа. Ну и еще один приятный плюс – поддержка DLSS фирменной технологии NVIDIA для повышения FPS в играх. У AMD есть аналогичная технология FSR, но она может работать и на RTX 3070 Ti. Девайс есть не только на YouTube, но и в Telegram. Там выходят эксклюзивные публикации и уведомления о новых видео. Ссылка на телеграм-канал в описании. Не так давно компания NVIDIA представила 4000-ую серию видеокарт. Старшие модели RTX 4080 и 4090 будут избыточными в плане для 2К разрешения и слишком дорогими. А вот NVIDIA GeForce RTX 4070 не сильно дороже Radeon RX 6800. При этом предлагает отличную производительность и самые современные технологии в виде DLSS 3 и новых RT-ядер. Видеокарты 12, гигабайт видеопамяти стандарта GDDR6X и энергоэффективный чип со штатным TDP 200 Вт против 290 в ранее упомянутой RTX 3070 Ti. Вы смело можете выставлять 2К-разрешение с максимальными настройками графики и трассировкой, получая высокий FPS даже в самых требовательных играх. А если этого недостаточно, то просто включите DLSS в режим качества. Заинтересовала одна из предложенных видеокарт? Загляните в описание под видео, там будут ссылки на лучшие предложения в проверенных магазинах. Ну и последняя наша рекомендация для 2К-разрешения – это видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti с теми же 12 гигабайтами видеопамяти, но более мощным графическим чипом и энергопотреблением до 285 Вт в штатном исполнении. Ее уровень производительности находится где-то между RTX 3080 Ti и RTX 3090 из прошлого поколения, но с поддержкой технологии DLSS 3, включение которой в поддерживаемых играх способно практически вдвое увеличить FPS без значительной потери в качестве картинки. Это особенно актуально для сетевых игр. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti – это самое производительное решение для 2К в настоящий момент с внушительным запасом на будущее. У AMD есть прямой конкурент в лице Radeon RX 7900 XT, но при этом карточка от AMD не так хороша для игр из-за меньшего FPS при включении и трассировке лучей. На этом наша подборка лучших видеокарт для игр в Quad HD подходит к концу. Повторюсь, ссылки на все упомянутые модели вы найдете в описании, они ведут на надежные магазины с лучшими ценами. И не забывайте про скидочный промокод для выгодных покупок. Очень надеюсь, что видео помогло вам с выбором, если это так, то ставьте лайк. В комментариях пишите, какая видеокарта вам кажется оптимальной и задавайте свои вопросы. Подписывайтесь на канал Девайс и включайте колокольчик. Огромное спасибо за просмотр и поддержку, впереди много всего интересного!